Что, братья и сестры, помолимся тогда перед началом? С днем воскресным, дорогие друзья! Сегодня у нас тема «Как научиться доверять Богу во всем». Такая вот тема интересная. Но надо сказать, что все мы этому учимся на протяжении всей жизни и достигаем в этом успех постепенный, если он, конечно, вообще достигаем и достижим для нас, то нужно сказать, что такое любовь или божья. Если говорить по-простому, то это такой вот божий план, божественный план о спасении нашей души. Господь знает, каким путем человека вести для того, чтобы он наследовал Царствие Небесное. Но так получается, что у нас есть свой план на эту жизнь, и он зачастую расходится с божественным. И вопрос, то есть, что с этим делать? Вот проблематика, по большому счету, всей этой темы. Вопрос в том, то есть, как вообще волю Божию узнать? Нет, 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 нет. У меня включен здесь нормально все. Вопрос в том, как волю узнать? В древних потеряках и древних монашеских сочинениях, не знаю, к сожалению, может, к счастью, монастыри были тогда плотом образования, там учили читать и писать, потому что для того, чтобы иметь духовное преиспеяние, нужно было читать Слово Божие, толковать его, знать молитвы и так далее. Поэтому в монастырях всему этому обучали. Особые монахи составили нам свои сочинения. И вот в них мы находим следующее. Именно то, что многие жили в то время в послушании у старца. Но старец с того времени – это, по сути, святой человек, который знает волю Божью, ему открывалась воля Божьей, а конкретно человеке – это человек искусный в духовном руководстве. И тот послушник, который находился рядом со старцем, он получал такое наставление, которое было указывано на кратчайший путь к Богу. Что же сейчас? Ну и, скажем, что делать мирянам? Понятно, монахи жили раньше так, сейчас с этим стало посложнее, но что делать тем людям, которые делают миру? И, ну, надо сказать, что в прошлом веке у нас тоже были такие старцы, еще не отошли, если мы говорим про начало века, оптинские старцы, которые тоже были духовниками, были теми людьми, через которых Господь открывал волю Божью о людях, и люди, хорошо помолившись, обращались с ним, получали назидание, им открывалась воля Божья. Позже уже были другие подвижники, но, надо сказать, один, возможно, из последних, возможно, есть какие-то сейчас другие, мы о них не знаем, но вот такой, который имел такое общецерковное признание у нас в России, это был старец отец Иоанн Крестьянкин. И мы тоже ездили люди, получали вопросы на ответы, получали духовную помощь, вдохновлялись, и по молитвам отца Иоанн Крестьянкин у людей постепенно выравнивалась духовная жизнь. Что же делать сейчас, мы, ну, не знаю, мы что-то знаем, но, честно говоря, мне неизвестно, какие сейчас существуют старцы такого, скажем, уровня и масштаба, как отец Иоанн Крестьянкин. Мы не знаем о таких старцах, которые, ну, могли бы быть чем-то подобным оптинским старцам. Поэтому, что же делать нам? Вот когда мы учились в семинарии, наш ректор Владыка Тихон говорил нам следующее. Очень важно, вам всем очень важно, обращаясь к нам, с семинаристом, узнать, какая же воля Божья о вас. То есть, как вам? Вступать в брак? Кому-то постригаться в монашество? Ну, были среди нас и те, которые сейчас являются преподавателями. До сих пор они не женились, не ушли в монашество, но вот такой вот у них путь преподавать и служить в церкви, способствовать формированию новых пастырей. Такой вот у них удел. И надо сказать, что волю Божью знать страшно. И это связано как раз с тем, что у нас существует некий конфликт. У нас своё видение ситуации. И мы боимся того, что наш план будет расходиться с тем, что хочет на самом деле Бог. Существуют какие-то свои страхи, что что-то не получится. Что-то получится не так. Будет стыдно перед людьми. Либо нам будет неудобно. Либо у нас будут какие-то такие лишения, которых мы не понесём. Но нужно, конечно, начать просить у Бога помощи. Просить у Бога, простыми словами, о том, чтобы Он открыл свою волю, можно просто так и просить. Господи, помоги. Я хочу определиться в том или ином вопросе. Я не знаю, как правильно поступить. И помоги мне узнать твою волю, открой мне это. И кому-то быстрее, кому-то медленнее. Господь всё-таки даёт ответ. Как это произойдёт? Как понять то, что Бог нам это открыл? Ну, у каждого человека это происходит индивидуально. У нас, помню, был тоже один семинарист с нами учился. Сейчас священнослужитель уже, слава Богу. То он как-то, ну, понял, что ему надо жениться и молился о том, чтобы Бог ему послал какую-то матушку. Нет, сейчас даже про двоих расскажу. Вот. И послал матушку, и он поехал просить помощи в молитвах к Святой Блаженной и Старице Матроне. Ну, к её мощам. Вот. И когда он поехал туда к мощам, с тем же в упрошении приехала туда девушка одна. Тоже, помоги мне определиться, то есть, как мне, кто мой там суженый и так далее. Приехали, и они там прям встретились. В матронушке. Вот. И поженились сейчас у них детишки там, у него, ну, приход, на котором они служат. Бывает и так. Причём эта девушка, она работала у нас в трапезной. То есть, они сталкивались, пересекались здесь периодически, но какого-то интереса вот друг друга они не проявляли. Получилось так, что по вере, в молитве святой, а Бог вот их соединил, открыл свою волю. Вот. Второй случай, который хотел бы рассказать, но я там точно не помню, как уже он понял, что это его избранница, но был у нас один семинарист, сейчас ученый служитель. Вот он молился прям и пытался понять, что этот человек точно его. И надо сказать, что он молился ну, наверное, лет пять, пока вот и не женился, он прям просил, просил, но он общался с девушками, проявлял к ним интерес, но каждый раз он говорил, ну, нет, это не моё, что-то не то, Бог мне ещё не указал на это. Это там, например, та там симпатичная, это умная, это добрая. Он говорит, ну, Бог вот мне точно, я от него не получу, не получаю никакого ответа, поэтому, ну, продолжаю свой поиск, буду молиться дальше. Вот он молился, молился, в конечном итоге, как я узнал, потом уже, о той девушке, которую он выбрал себе в жёны, которую Бог ему указал, была такая девушка, она приходила там, в одном, жила там, недалеко от одного монастыря, рано приходила на службы, вот там службы начинались в 4 утра, она приходила, молилась, то есть такая молитвенная матушка, богобоязненная, вот, и в конечном итоге, вот, они соединились в браке, и таким вот образом Бог указал, она молитвенная, он, и в конечном итоге они стали мужем и женой. Сложно, именно, даже страшно узнать вот волю Божию, и подчас вот это смущение всё наводит на нас враг, чтобы отвратить как раз с этого правильного пути, и молитвы, и дерзновением, надежды, веры, всемогущество Божие, это всё, все эти наветы вражи, они разоряются. Ну, что стоит ещё сказать, то, что иногда так случается, что нас постигают какие-то потрясения, это расставание с близкими нашими людьми, когда они умирают. Иногда это бывает, и в последнее время, надо сказать, что нередко это бывают дети и раннего возраста. Это очень тяжело пережить, многим очень тяжело принять. Вот я вспоминаю свою прабабушку Феодосию Никитичну, у неё всё было 13 детей, в то время люди были покрепче, чем сейчас мы. Одиннадцать из них умерло, тогда ходила какая-то зараза, там ТИФ, вот, и как мне рассказывал мой отец, то есть она относилась к этому просто, Бог дал, Бог взял. Но она была верующим человеком, молилась всегда. Вот так, одиннадцать детей умерло, двое остались, в том числе и моя бабушка. Ну, сейчас до того, чтобы дойти до такого состояния, чтобы настолько доверять Богу, нужно пройти, наверное, какой-то путь длиной в жизнь. И когда постигают такие, у нас различные скорби и какие-то невзгоды, если это потери близких, то нужно верить то, что эти люди живы. потому что каждый человек, умирая здесь на земле, оставляя плоть, на самом деле он освобождается и уже душа его пребывает в ином мире, он продолжает жить. И как мы в символе веры поем «Чай в искресенье мертвых и жизнь будущего века». Вот на этом мы уповаем, в этом наша вера. потому что если нет продолжения жизни, то вообще никакого смысла этой жизни нет. И в скорбях от своих близких у мирских людей принято свое горе топить в алкоголе подчас в каких-то таких всяких делах непотребных. Но нам православно подобает молиться за своих усопших родственников. остались какие-то недоговоренные слова, осталось какое-то недопонимание, обиды между нами. И вот человек отошел и здесь не стоит разбиваться и думать «Вот я его не просил, он меня не просил, еще что-то». Нужно продолжать проявлять заботу об этом человеке. У нас есть такая возможность. И проявлять эту заботу нужно в молитве. молитву за упокой души этого человека. Но есть разные подходы. Многие читают Псалтырь. Псалтырь это книга, преимущественно состоящая из Псалмов Давида, из стихов, которые он написал. Псалтырь делится на 20 частей, которые называются кофизмами. И каждая кофизма делится уже на три части. Каждая из них называется славами. И вот между славами, между этими частями находятся, обычно мы поминаем усопших. Упокой, Господи, души усопших, раба такого-то, 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 упоминая своих родственников. И так после каждого славы. Также можно молиться кратко, молитвы. Господи, упокой, души усопших вырабатывают, то есть вне псалтыри. И молиться так можно долго, то есть не один-два раза помянуть и долго. И тогда и вам на сердце станет легче. И ваш родственник тоже своего рода вы отправитесь туда ему посылку в иномир. Иногда бывают у нас скорби, которые связаны с какими-то сложными обстоятельствами. когда буквально эти скорби нас потрясают и руки опускаются и не знаешь, что дальше делать. У святителя Игнатия Брянчанинова есть такое мини-сочинение, но скорее параграф в книге. Оно называется «Слава Богу». И вот он подготавливая людей к скорбям, к их правильному точнее перенесению, говорит то, что каждый через них проходит в этой жизни. И когда вы потрясены, когда с вами что-то случилось, это могут быть и болезни, это могут быть какие-то жизненные обстоятельства, которые невозможно, казалось бы, решить. Человек может находиться и в духе уныния, и вообще совершенно духовно дезориентирован. Вот святитель Игнатий Брянчанинов советует совершать такое молитвословие краткое. Он говорит то, что нужно повторять такие слова «Слава Богу!» «Слава Богу!» «Слава Богу!» И так много-много-много-много раз, пока сердце не успокоится. Такой метод тоже существует. Вот. Ну, меняясь, честно говоря, по этому вопросу все. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Если какие-то вопросы у вас возникли, можете их задавать. Вот микрофон. друзья, ну, давайте все-таки подумаем. сейчас появилась такая практика, практика появилась, что говорят о том, что если человек не причащается, но он крещёный, то на проскомедии его не поминают. Не вообще поминают, упокоят, видимо... в крови, о богове не речи идёт. Но как сказать, если человек крещён, то всё-таки мы его упоминаем. У нас такая практика и традиция. И ссылаются на Семёна Солунского, если я не ошибаюсь. Если человек не ставил во вражде к церкви, к богу, то его упоминают. Хорошо, а есть родственники, которых, например, ты не знала, усухшие, да, прабабушки, какие-то знают, канина. Конечно. Спасибо, Господи. Надо сказать, что хочу привести такой пример. Один человек, который участвовал в притеснении и гонении христиан, в пытках, в расстрелах, но он работал, ну, скажем, в спецслужбах того времени, ещё в советский период, и вот он очень тяжело умирал, крайне тяжело, то есть, вот он лежал на смертном адре и не мог никак разрешиться. Вот только вот казалось бы умрёт, вот всё, нет, всё равно, и мучился, 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 и потом ему явились во сне те люди, которых он замучил, вот, и говорили, мы вымылили у тебя у Бога, тебе нужно покаяться перед смертью. вот, и он позвали священника, он покаялся, и после этого он отошёл, что вот нет того греха, который Бог не мог простить, и в то же время нам необходимы молитвы. Вот, несмотря на то, что он издевался над этими людьми, казнил их, они имели любовь совершенную, ну, в изумелье, возможно, потом на небе, в плане духовного развития, да, и по своей любви они молились за этого человека, несмотря на то, что он противился церкви и Богу. Вот такой случай тоже имеет место. на небе, ну, да, но тоже такой пример, то есть, это прецедентно, конечно, но, тем не менее, тоже такое вот было в истории церкви, это 20 век. Ну, конечно, он же не помог стать слицами, и они там любили, и вызывали. Ну, батюшка встречалась с мнением, что если человек согрешает против ближнего в чем-то, то рано или поздно он получит и для себя такое же искушение от другого. Ну, вообще, да, это очень работает, это сильно очень работает, как правило, потом прилетает по полной программе. Чаще всего тот человек это и переживает. Ну, он может сталкиваться с тем, вот, у нас такая беда произошла, там, например, у нас там кого-то убили, либо еще что-то тут произошло, там, какая-то несправедливость дикая, но эти люди, во-первых, будут они страдать здесь на земле по полной, те, которые совершили какое-то преступление, они будут страдать еще здесь, и внешне это может быть выглядит как-то вот все, ну, у них такая, как будто бы благополучная жизнь, они там зарабатывают большие деньги, у них они стоят, не имеют дом, там, транспорт какой-то и так далее, но они могут очень сильно страдать, я знаю одного человека, который, ну, откуда я родом, он был, в общем, там, криминальным авторитетом определенным, ну, и у него, видимо, кровь на руках была, и все, что связано с этим, в 90-е годы, как он некоторым рассказывал, что, говорит, я без автомата Калашникова из дома не уходил, то есть, вышел из дома, сел в машину, у него там он лежал, ну, могли, конечно, и убить, и сам он тоже участвовал во всех этих вещах, но прошло какое-то время, и вот у него умерла дочь, ну, при трагических обстоятельствах, он очень сильно страдал, не мог себе найти место, не мог никак эту ситуацию решить, вот, в церковь он не ходил, и, ну, испытывал, в общем, сильные муки, я думаю, многое тоже ему пришлось переосмысливать после этого, он был, как бы, как бы, вот такой, весь неуязвимый со всех сторон, но, тем не менее, вот, произошла трагедия в жизни, и человек очень мучился, так что, действительно, все это возвращается, и, если нас кто-то обидел, ну, не нужно, наверное, нужно просто отпустить нас от Божьей, пусть, Господь, он сам знает, как с человеком разобраться, без нас. А у меня вот такой вопрос, а у меня была свекровь, и она выросла в детдоме, и была некрещенная, то есть, о Боге вообще ничего не знала, почему я не могу ее поминать в церкви? Ну, вы молитесь о ней, как бы, сами, просто... А почему нельзя поминать? Сейчас объясню. Дело в том, что, вот, на проскомедии мы поминаем тех, кто является членами церкви, те, кто входит в это святое невидимое пространство, являются ее членами и связаны с ней. В Священном Писании Христос говорит нам то, что никто не войдет в Царство Небесное, если не родиться от воды и Духа. И через крещение мы вступаем в церковь, являемся ее членами, как бы, входим в этот организм духовный. И для того, чтобы... И для того, чтобы человек продолжал принимать участие в церкви, он должен быть ее членом. Это все равно, что, знаете, вот, ну, у вас есть, скажем, ну, вы и ну, принимайте какие-то препараты и другому человеку, это точнее, для того, чтобы на вас это возьмело какое-то действие, на какие-то там органы и так далее, они должны быть ваши, понимаете? Вот то же самое, здесь делают церкви. Нужно, чтобы человек был ее членом. И на Проскомиде совершается следующее, что мы вынимаем частички за здравие, ну, и при этом произносим имена за здравие, за упокой и так далее. Все это складывается на специальную такую вот потом тарелицу, она на престоле стоит, называется она дискос, туда всыпаются все частички и под конец литургии, когда уже священнослужитель причастил верующих телом и кровью христовыми, то заходит в алтарь, ставит чашу на престол, берет этот дискос с частичками и сыпает их в чашу с такой молитвой отмы господи грехи поминавшись езде, крови твоя честное, молитвами стых твоих. Вот, и мы верим то, что грехи этих людей омываются. то есть это такая вот такая вот тайна, которая доступна членам церкви. Вот так. не за родственников, а вот, ну, например, 30-го числа будет рассматриваться в министерстве юстиции предложение, я сейчас не помню кого, по поводу того, чтобы всех ЛГБТшников признать экстремистской организацией. Скорее всего, это не пройдет, потому что этих негодяев у нас в правительстве очень много. Но если бы это прошло, допустим, то есть это бы означало, ну, победу в нашем обществе. Вот как это организ... Вот мы, допустим, когда за родственников молимся или за какую-то ситуацию, мы за здравие, там, за упокой, а тут как, вот за конкретную ситуацию помолиться соборно в церкви. Вот как это организовать? Ну, все-таки это вам нужно переговорить со священнослужителем того прихода, которым вы являетесь. Вы же, ну, у вас есть какой-то приход, куда вы ходите, так ведь? Ну, поговорите со священнослужителем, он вам объяснит, как там, именно, вы говорите, как организовать вам можно соборную молитву. Вот я... Хотя бы даже вот на своем уровне, там, два-три человека, допустим, болеют, допустим, не только за себя, за своих, ну, вот понимают, что надо молиться. Как это у нас в православной церкви организуется? Ну, составляется текст молитвы и договариваются совершать эту молитву. Эти люди, которые... Согласие, да? Да. Я вам признаюсь, вот я эту тему, которую вы затронули про этих людей, я вообще не люблю о ней упоминать никак и нигде. Потому что, как бы мы ни говорили, мы делаем им какую-то вот рекламу. Вот. В смысле? Ну, в прямом. А молиться за... Нет. Ну, молиться нужно, но я вам говорю, что составьте какую-то молитву, договоритесь между собой и молитесь. А как бы приобщить священство к этому... Ну, допустим, они, допустим, может на небесах не знают каких-то конкретных событий. Ну, почему... Ну, поговорить с священнослужителем, с того приход, который является, ну, вам объяснит. Скорее всего, откажется, да? Не знаю. Спасибо. Пожалуйста. Вот у нас сегодня также представлена наша встреча книга. Называется «Петушки обетованные». Книга про подвижников. Вот. И, скажем, второй половины 20-го века там немножко захватывает начало там нашего. И здесь вы как раз найдете примеры людей, которые стремились познать волю Божью, стремились на него полагаться и как они относились к тем или иным, как они действуют в тех иных обстоятельствах. Я эту книгу, придя сюда, ну, за минут пять просто так приоткрыл в середине и мне досталась страница про отца Иннокентия. Меня тоже Иннокентий зовут. есть еще. И, что самое интересное, там сейчас может быть найду, может быть найду. Наверное, нет уже. Ну, в общем, суть такова, что а вот 11-го июля отец Иннокентий служил в храме в Сеношку. На утро он должен быть служить литургию. После совершения молитвного правила в 7 утра Архимандрит направился из кельи причастить одного больного, но во дворе монастыря ему стало плохо. С помощью одного из послушников он попытался вернуться, но на крутую лестницу вдруг схватился за сердце и со словами «Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй меня» упал. Архимандрита внесли в келью, вызвали скорую. Она приехала довольно быстро, но оказать помощь врачи не смогли. Отец Иннокентий уже отошел ко Господу. Ну вот пример того, как люди в тех или иных человеках, во-первых, это как мне какое-то назидание, что я открыл, надо уповать на Бога и так далее. здесь как раз пример того, что человек постоянно ходил пред Богом в молитве и даже в такой момент, когда ему стало очень плохо, он обратился к Богу с молитвой и отошел к Богу с молитвой на устах. Вот пример, как надо поступать. Таких примеров вы найдете множество. Как люди жили, спасались и так далее. Очень рекомендую эту книгу к прочтению. Что, друзья, вопросы есть какие-то? Вы очень, наверное, последнее, не очень существенно, но тем не менее. Вот довольно много скопилось дома литературы в таком плане. То есть это уже прочитано, хотелось бы, может быть, отдать в хорошие руки, может быть, какие-то конкретные адреса, куда можно отдать. Ничего такого не знаете. Я думаю, мы можем придумать что-то. Наталья, как вы считаете? Можем что-то придумать? Организовать. Ну, Наталья, вам дома будет потом связаться, там что-то решить. Вот, Наталья как раз вам поможет это сделать. Мы можем и в формате конкурса людям это подарить, и еще как-то сделать. Все в хорошем состоянии. Да, хорошо. Придумаем что-то. спасибо. господи. Господи. Что, друзья, если вопросов больше нет, то можно поблагодарить Божью Матерь. Достойно есть того воистину, блажить Богородицу преснов вложенную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу те величаем. Девушки отдыхают.